Доброе утро! Доброе, замечательное весеннее утро! Перед вами, не только я стою, вы это уже заметили, а перед вами стоит Александр Сергеевич! Сергей Александрович! Как в анекдоте, волобой, вот вам меч! Сергей Александрович! Я теперь понимаю, почему американцы не имеют отчества. Хорошо, Сергей Александрович Сидых, это очень ценный человек для Одессы, очень ценный. Его может быть не так хорошо знают, как других исследователей, ученых, реально крупный ученый, просто его скромность не позволяет говорить о себе так много. Ну, представляете, 70 научных статей, которые надо взять и опубликовать. 70 научных статей, посвященной живописи Одессы. И шире, немножечко. Немножечко шире? Немножечко. Немножечко шире. За угол повернуть и там будет все. Вот так вот. общественный деятель, директор по научной работе Одесского художественного музея. Бывший, надо говорить. Вице. Вице, ну, вице. Вице значит вице. Не люблю слово бывший. Нет, вот, вот, настоящий ученый. Дальше. Большой, крупный коллекционер. Коллекционер. Музейщик. Все мы были в Степановке. Да. Лариса, вы были в Степановке? Нет. Будете. Будете. Галина, были в Степановке? А кто не был в Степановке? О, так мы... О, так мы едем в Степановку. Мы едем в Степановку. Да можно ездить бесконечно. Я тоже против. Просветитель. Если бы не Сергей Александрович, мы бы с вами не знали, кто такой Николай Дмитриевич Кузнецов. Не знали. Он академик живописи? Академик. Академик живописи той Одессы, той эпохи и тех художников. И музей в Степановке – это не только Николай Дмитриевич Кузнецов, его имение, где Сережа с большой любовью и трепетом сохраняет эту усадьбу. Сохраняет. Что-то ты меня отодвигаешься. Я буду тебя держать в руках. Я загордился. А это еще и магнитная станция. Буквально с прошлого или с этого года уже официально. С прошлого. С прошлого года он добился. Он же еще юрист наш, Сережа. Он же еще юрист. Он по всем правилам подавал заявки и добился там официально открытия музея. Там магнитное поле Земли. Украины, Одессы. Меряют. Поэтому притяжение всех, а это надо было открыть, вскрыть, сохранить, приумножить и распространить. Это все только благодаря Сергею Александровичу Седых. Поэтому нам сегодня крупное повезло. Во-первых, у него график очень плотный. Он занимается своими, думайте, статьями. Но внуками он занимается. Внуками, внуками. И это самое ценное. Добавляет ему в его характеристику огромный-огромный плюс. Поэтому сегодняшняя экскурсия, начало нашей экскурсии за Сергеем Александровичем, он проведет нас по старой линии Порто-Франко, по тому участку, который мы еще не задействовали. То есть от угла Базарной улицы и до Лонжерона, скажем так, мы пропустили. Хотя мы тут уже были раза три, наверное, или даже четыре. Вот, да. Но это будет совершенно новая экскурсия, новая информация. И обязательно с тайной... с тайной. Начнем? Начнем. Начнем. Завернем за угол. Я здесь живу, в этом районе, ну, 56 лет. Ну, то есть достаточно долго. Поэтому мне хотелось бы рассказать не то, что есть путеводители, не то, что есть в интернете, а то, что я пропустил через себя, то, что запомнилось мне, то, что я приобрел. Конечно, трудно жить в этом районе, особенно сейчас. Мне всегда приходит на память... Сейчас, вот видите, мы встали. Тут была когда-то табличка, памятная табличка. Таблички уходят со страшной скоростью. Вот буквально на днях сняли с создания третьей гимназии две таблички о том, что там было. Ну, очень хорошо сейчас видны для кадра пустые места. Это так как раз те прогаленные в памяти, которые у нас возникают. Ну, была одна табличка, которая меня вдохновляет, и я все время как бы хочу о ней говорить. Она находилась на улице Троицкой. Троицкая, угол Канатный. Там современный угловой дом. Ну, там висела табличка, которая говорила, на этом месте стоял дом, в котором жил Георгий Димитров. И вот эта фраза, на этом месте стоял дом, притом запечатленная в мраморе, она мне запала, впечатлила. Я вам скажу, что сегодня проводить практически любую экскурсию по нашему городу можно, начиная с этой фразы. На этом месте стоял дом. Что же она про наш бульвар? Про Портофранко Эдуард сказал, мы пойдем по домам. Вот этот громадный участок, отсюда и до Купального, Стурзовской, или Веры Инбер, как это переулок правильно там называть, улица, переулок, принадлежал Курицам. Раз мы уже сегодня будем говорить об искусстве, то, не знаю, наверное, фамилия Куриц, в Одессе знакома всем. Все знают его наш местный эрмитаж, как он назывался тогда. И вот этот громадный участок принадлежал Курицам. Потом начали его делить. И как все, бизнес есть бизнес, все люди бизнесом. И эти места, кстати, назывались раньше достаточно так провинциально, хуторами. Здесь люди не жили. А жить здесь было некомфортно. Если вы возьмете, например, виднейшие фамилии, они здесь не имели своих владений, а они находились в районе улицы Балковской. Во-первых, есть вода. Во-вторых, жить у моря некомфортно. Учитывая, что это надо, значит, дом строить дороже, это надо отопление. Ну, целый ряд всевозможных мер применить для того, чтобы дом был дом, в нем было уютно и комфортно. Выйти, например, зимой на улицу Черноморскую, я вам скажу, это еще то удовольствие. Поэтому здесь долгое время не жили. И город начал здесь осваивать эти хутора, как они назывались. А что такое вообще хутор? Вот у вас какая ассоциация с хутором? С хутором. Там, где будет бабочек. Вот. Ну, слава богу. Вообще, раньше у всех была ассоциация с Гоголем. Ну, это время, видимо, уже прошло. Ну, что такое хутор? Хутор – это единоособное хозяйство. То есть, подразумевалось, что вот эти хутора, они для ведения хозяйства. И практически до конца 19 века они осваивались очень слабо. И потом, в конце 19 века, это, кстати, бум строительства, дачного строительства. И вот здесь все развернулись. Пошли. Исключением, может быть, составляет вот этот дом на углу. Он тоже имел отношение к курицам. Это был крупный особняк. Наиболее значимая постройка, явно видно, что это не дачное строение. По польской традиции, поляки в Одессу, куда приезжали, они строили дворцы. Потому что, в отличие от немцев и других, сюда приезжали люди, ремесленники. А поляки – это как раз была шляхта. У них там было очередное восстание. После них было переселение. Ну, так посмотри на их. Ну, Сабанский, да. Сейчас я вспомню потом. Так вот, из моих воспоминаний. После того, как там открылся институт курортологии, то по этой улице я ходил в школу. 101-я школа, одна из старейших. Мы там будем рядышком в ее филиале, я так понимаю, сегодня. Ну, здесь была страшная особенность. На первом этаже, вот этой полуподвальной, где сейчас аптека, там находился виварий. Виварий – это место для содержания животных, на которых проводят эксперименты. В основном это были собаки, но бывали там и обезьяны. Окна были постоянно открыты, и был страшнейший запах. Он разносился буквально, ну вот, до конца квартала. С этим боролись, наверное, десятки лет. И я уже, когда закончил 10 класс, вот к этому времени, уже правозащитники, когда у нас такие появились, все-таки смогли добиться того, что этот виварий ликвидировали, и запах ушел. Ну, вернемся к нашему счастливому дому под номером 21. Я его называю позором краеведов, так вот что случилось. Потому что о нем, как бы, говорят все много, но нет ни одного факта. Кто бы о нем ни говорил, все говорят о том, что в 93-й год постройки документов никаких нет. Участок принадлежал некоему Цибульскому, но это открывает все Одессу, и там смотрят, и все. Ну, сейчас его позиционируют как дом с одной стеной. Ну, особенно медальон неизвестный. Вот самое обидное, что здесь, в этом доме, на лице, есть барельеф, притом сделан художественно, редкой для Одессы техникой. Это керамика, глазурь, и там написано фамилия. То есть здесь не надо искать. Ну, никто сегодня так и не сказал, кто же есть этот А.крафт. Немецкая фамилия, которая в Одессе практически во всех справочниках, она отсутствует. И никто из краеведов не смог. Сегодня все просто говорят, что вон еще один дом с одной стеной. Интерес в этом... Идемте потихонечку. Интерес в этом доме еще составлял в том, что владелец немец, видимо, какие-то национальные, народные мотивы он использовал в своей задумке. И крайне интересен здесь был дворик. В этом дворике снималось бесчисленное количество фильмов, где хотели создать уголок Старой Европы. Мы с большим удовольствием здесь проводили время, когда здесь советское время, это где-то 70-е годы. Большое количество техники приезжало, работали всю ночь. И во многих фильмах вы можете узнать. К сожалению, когда вот этого не было дома, здесь была большая площадка, когда он был разделен на части, то есть это большое кольцо Портофранко, оно было разделено на части и привелась своя нумерация. Сначала в 1900-е годы, там по 1904, 1906, 1907 шло массовое переименование улиц. Что-то это напоминает, да? Массовое, при том издавались даже карты города, где внизу был перечень улиц Старое Новое Название. То есть это было настолько массово. Это создает большие неудобства краеведам. Очень много в городе всевозможных памятных досок, которые висят не на своих местах. Именно связанное с тем, что этот дом, кстати, который мы смотрели, сегодня он носит номер 21, а вообще раньше он был 27. Вот посчитайте, сколько убыло за это время. Притом новые дома строятся по старым адресам. Этот дом, он интересен тем, что здесь уже современным, но все-таки увековечили память лидерса, честь кого, в общем-то, и назван этот бульвар. В общем, фамилию желательно произносить правильно, потому что новые жильцы этих районов в купальном переулке повешали табличку, где его обозвали лидерсоном. Ну так. Все где-то забавляет. Да, забавляет, но табличка висит, и хозяин ни в какую ее не снимает, несмотря ни на что. И то он достаточно прилично так восстановлен. С художественной жизнью он связан слабо. Остановимся вот в этом месте. Может быть, оно сегодня и ничем не примечательно. И даже, ну, у меня, например, было связано с ним очень много воспоминаний. В свое время здесь был, это уже в советское время, был склад. Как вы думаете, склад чего? Вот склад, что здесь могли хранить? Он был открыт, доступен. Мы в детстве забирались туда и делали там, переписывали, делали уроки. Склад был, как бы это сказать, арбузных павильонов. В Одессе арбузы раньше продавали не как сейчас, а были специально строились временные павильоны. Учислено, что арбуз продается в определенный сезон. То есть в городе держать на улицах эти громадные павильоны были достаточно крупные. Площадь, ну, наверное, не меньше метров 15 они занимали, были достаточно высокие. Это такие зарматуры сваренные большие, ну, это павильоны. То есть они высотой были метров 20 чем-то и площадь где-то метров 20 квадратных. Они были разборные и их на зиму, ну, и вообще в несезонье складывались сюда. Здесь это было большое такое, оно представляло для детей, конечно, крайний интерес. Это были такие железные джунгли. Потом здесь было, никто не помнит, вареничная павильоны. Был типовой павильон построили, установили, который в городе их осталось, кстати, совсем немного. Вот как идти на Староконку, это где 5-й трамвай делает поворот, где храм Сретенская, да? Там вот остался один такой павильон, там сейчас принимают макулатуру. Больше в Одессе их, наверное, уже не осталось. Это тоже реликт, ну, эпохи 1970-х годов. И здесь появилось одно из первых кооперативных кафе под названием... Да, которое было внизу, а там остались только двери. Триум. Вот, 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 память начинает. Триум. Оно пользовалось большой популярностью у местных. И сегодня, в общем-то, это где-то уже реликт. Прочти прошло 40 лет, немалый срок. Так что его уже пора сносить. Хотя, интересно, баня для Одессы, что такое вообще баня для Одессы? Слово это уже советское. До революции 1917 года использовался немножко другой термин. Как правило, он назывался гидропатические заведения. Их было много. Здесь вот ближайшие с мраморными ваннами, одно из последних, например, мы ими пользовались точно. Потому что в домах ванн не было, душ, в лучшем случае дворовой, если повезет, с пляжа прийти и окунуться. А в основном были бани, ими всеми пользовались. Так вот эти гидропатические заявления... Вы все знаете такое выражение «пошел ты в баню». Что оно означает вообще на самом деле? Кто-то знает? Ну вот, для нас это как бы оскорбление, да? Ну вот, тут легкое, в легкой форме оскорбления. На самом деле, этими гидропатическими заведениями пользовались очень активно. Они были нескольких типов. Ну, например, где можно было получить всевозможные лечебные профилактические процедуры. И были более простые. Ну, всем известная, например, баня... Исаковичи, да. Баня Исаковича, там где это... В Одессе тогда шутили. Дом военной одежды с обнаженными женщинами на фасаде. Так вот, баня Исаковича, она предоставляла полный спектр услуг. Там занимала целый квартал. Здесь они были немножко скромнее. Так что же обозначало? Пошел ты в баню. Представьте себе, Одесса, жара. Кондиционеров тогда не было, и слава богу. Но жара была. И что надо делать? Вы представьте себе, люди во всем белом. За день надо было несколько раз освежиться. И вот посетить в баню, это буквально означало, по идее, освежись, остынь. Вот дословный перевод вот этого понимания. Ну и сегодня здесь, мне кажется, парятся больше, чем освежаются. Еще раз хочется вспомнить про табличку, на которой было написано, на этом месте стоял дом, в котором жил. Нет, в другую сторону мы покорачиваемся. Здесь происходит вот это раздвоение улицы Белинского непосредственно на Лидерсовский бульвар. Одно время тут как бы это был общий поток. Ну, потом, когда была Стурзовская, как ее называют, богодельная построена, то уже улица Белинского, она поимела свое предложение. Притом длилась она, она заканчивалась не Успенской, а заходила через Бихаловскую площадь и на территорию в парк. В парк заглядывала. А с этой стороны был устроен водопой. Еще он иначе, учитывая, что инициатором и главным спонсором этого водопоя был Морозли, то этот фонтан, он и назывался Морозлиевский. Притом, если уже говорить о художественной составляющей, частью были такие одесские скульпторы, как Малинари, и медальоны, которые украшали с гербами города, они были выполнены... были выполнены и арене. Я вам скажу, что буквально это пространство было открыто в 70-е, 80-е годы. Там действительно был красивый фонтан, чашу которого украшало три амурчика, которые держались за веночки. Украшение в виде герба города, и, к сожалению, уже в советское время, по крайней мере, в то, что я помню, его уже не было. Сейчас там стоит какой-то новодел с какими-то мальчиками, но, в общем, мне трудно сказать. От фонтана там, от того фонтана там ничего не осталось, к тому же, ну, мы видим серые ворота. Поэтому на этом месте был фонтан, который назывался Морозлеевский. Его первое упоминание о нем относится к 1908 году, и потом уже в 1900-х годах этот фонтан, видимо, преобразился. Надо сказать, что большие работы здесь были проведены, мы будем позже говорить, к выставке 1910 года. Город к этому готовился несколько лет. Здесь проводились самые разнообразные технические работы, и, в общем-то, тот вид, который он приобрел в начале века, благодаря именно выставке 1910 года. Ну, теперь мы развернемся к этому дому. Здесь, может быть, останавливаться долго не будем, хотя сам дом по себе очень примечателен. И сегодня, я не знаю, многие ли помнят, кто такой Петр Петрович Шмидт, но в свое время это был крупный символ, символ первой революции. Сегодня к его личности относятся все, ну, не все, многие неоднозначно, но, тем или не менее, этот человек оставил свой след в истории, и практически... А в литературе... Дикий лейтенант Шмидта. Да, этот дом, он, к сожалению, видите, эта часть, вот эта, где корчма, так это называется, это все один дом, он достаточно большой, он проходит по переулку Веры Индер, площадь его большая, несмотря на то, что внешне он выглядит так достаточно скромно. Можно я буквально добавлю немного? Буквально вчера или поздно вчера у Бадиси было сделано открытие, о чем-то темно. Есть такой Алексей Алексеев, большой некрополист в Бадиси, у него группа есть на фейсбуке, вторая, танцы-пласса. И именно он сделал это открытие. Он доказал, что отец лейтенанта Шмидта похоронен в Бердянске. Хотя считалось, что до его находки, что он похоронен был... В Бердянске. В Бердянске, да. А он по книгам установил это, и по газетным вырезкам, что состоится панихида в Одессе и будет похоронен на Старом Кладбище. Это вот буквально этой ночью, что называлось. Интересно? Вот так вот. Была реконструкция. Здесь к 2010 году, в общем-то, было организовано небольшое трамвайное депо. В 2010 году, в общем-то, пустили электрический трамвай. Это была одна из показательных линий. И вот на том месте, где сейчас находится памятник жертвам Голодомора, была большая роща. Там было 20 или 30 больших деревьев с поперечником до метра в обхвате. Эта роща, она давала столько тени. Ну, и воздуха, да. Я вам скажу, что она украшала город, и бульвар смотрелся, как должен быть бульвар. Бульвар. На самом деле, этот многострадальный переулок, я уже немножко остановлюсь, потому что мы на этом углу, его переименовывали часто. Первое название, которое было, это был стурзовский переулок, потому что он был напротив общины стурзовской богадельни. И это было первое название. Следующее название уже были в советское время. В советское время он даже носил имя... Тонг-де-Ханга. Нет, Тонг-де-Ханга, это обсерваторный. Лос-Аля, вот. Ну, это не менее экзотично. Ну, потом за ним утвердилась купальня. Вполне нормально, люди шли купаться. Было понятно. Ну, когда, в общем-то, начала краеведческая мысль развиваться, посмотрели, кто такой Троцкий, начала память о нем восстанавливаться. О, так у него тут еще и племянница. В общем, все закончилось тем, что Вера Инбер, которая, в общем-то, тогда уже написала... Я не помню, в школе бы уж учили ее стихи, да? Пять дней, пять ночей, наверное, там должны помнить все. Так вот, и решили сделать. Стала она переулком. Был купальный переулок. Переулок Веры Инбер. Потом, видимо, кто-то прочитал стихи улицы моего имени, и его переименовали улицу Веры Инбер. Я вам скажу, для плательщиков коммунальных это сущий ад. Просто сущий ад. Его не могут найти, потому что вводят переулок. На самом деле, это улица. Не находят. И заплатить коммунальные платежи где-нибудь в кассе при современной компьютеризации. Это еще тот квест. Мы подходим к интересному дому. На этом месте стоял дом. Принадлежал некоему Козленко. Есть, остронились воспоминания, как во время... В трудные времена для Одессы здесь произошло покушение на некоего Кирпичникова. И мадам Козленко тут разгоняла налетчиков. Кирпичников. Ну, в то время в Одессе... Это, ну... Видная личность в Одессе смутного времени. Я не буду останавливаться на нем. Интерес здесь... Понимаете, бульвар, он весь бульвар. Бульвар, который вьется как переулок, это уже не бульвар. Но вот лидерсовский, он имеет свою особенность. Если вы посмотрите, он делает какие-то вот такие изгибы. Вот казалось бы, вот прямо, вот хочется идти, правильно? Бульвар, и он прямо выводит к морю. Наверное, это было бы крайне правильно и интересно. Ну, случилось не так. Этому было много поводов. Один, я скажу так, это памятник коррупции того времени. Можно бы сказать так. Ну, если мы посмотрим, что же здесь такого интересного? Видите, вот это такое загогулино, вот этот поворот. Вот вместо того, чтобы быть прямо, вот где стоит вот это здание напротив нас, оно вмешается. Оно здесь построено вопреки всему. Что же этому способствовало? Во-первых, вот на этом месте, вот на этом полукруге была одна, наверное, из последних, мы же уже говорили, что это все были хутора. Ну, и здесь, как на самом настоящем хуторе, стояла мельница. Настоящий ветряк мельницы. Это, наверное, одна из наиболее старых для Одессы, даже не старых, последних, последних вельниц-ветряков, которые находились, она на карте даже обозначена. Если взять карты вот 50-х годов, 1850-х годов, периода Крымской войны, она еще там на них обозначена, как мельница-ветряк. И поэтому вот этот выступ, его как бы снести не могли. А участок, к которому мы сейчас подойдем, он принадлежал семье здесьских немцев Пельхау, фон Пельхау. Это большой род, который связан, там, наверное, со всеми известными одесскими фамилиями, начиная там, КЦ. Ну, в общем, практически все известные одесские фамилии, как тем или иным образом, связаны с этим родом. Так вот, участок был большой, он был единый. И эта мельница, как бы, ну, с одной стороны мешала, ее снести они не могли. А мельница не принадлежала этому участку, она была отдельная. Я так понимаю, что она попала в ведомство городских земель. Это была одна причина. А вторая причина, одесский краевед Татьяна Донцова в свое время, работая в архивах, нашла интересную папочку, в которой была раскрыта судьба вот этого изгиба с другой стороны. В издании такое, есть трехтомное издание, называется она «Страница военного некрополя Одессы». Вот в третьей книге. В Киеве есть, был, по крайней мере, институт некрополистики, который занимался нашими погостами. И оказалось, что вот на этом месте были захоронения. Были захоронения, при том, очень интересная история, которых до конца так и не смогли разогадать, но эти захоронения были сделаны летом 1849 года. и просуществовали они, здесь стояли большие памятники, до 1902 года. Что же за документ находился практически? Я же говорил, что был бум дачного строительства. Во многих домах, если вы заметите, вы не найдете на крышах, например, труб. В домах не было отопления. То есть, это были дома летние. Здесь круглый год не жили. Уже потом, когда бизнес требовал, деление, продажа по мелким участкам из хутора, это уже были нарезки. Знаете, как в советское время три сотки, шесть соток выдавали. Вот где-то по такому же принципу. Это громадный, вот, например, если мы возьмем отраду Халайджогла, он там практически громаднейший, если взять, это вся отрада, это был один хутор, который находился в руках одного человека. Если взять вот этот, мы прошлись по бульвару, это все было, включая вот этот участок, принадлежало курицам. И вот это отделение, город хотел развиваться, ну, те же самые, что и сейчас нарративы. Городу надо развиваться, надо что-то сносить, что-то строить. И, в общем-то, решили, здесь нужны всем дачи. Ходить в баню можно, но можно и на даче охладиться. Поэтому, при бурном строительстве вдруг дачи владельцы увидели, что здесь маленькое кладбище. Раньше, может быть, они находились как-то более притязательно, не каждый хотел жить с видом на кладбище, сейчас это никого не смущает. Ну, видимо, и среди подписантов, которые подписали это прошение к городским властям, были известные в Одессе люди, в том числе и Николай Дмитриевич Кузнецов. Скажу, что мои исследования во многом состоялись благодаря вот вот в этой заметке. Мне просто заинтересовало, кто такой Кузнецов. Ну, мы дальше остановимся. Так вот, и в 1900 году дачи владельцы собрались, там достаточно большое количество, там до 30, сделали это прошение и его начали рассматривать. Рассматривали его достаточно долго и где-то в сентябре 1901 года пришло из Петербурга разрешение на захоронение. Похоронено здесь было два генерала. Притом, один из генералов по фамилии Генрих Допельмейер, он был ни много ни мало губернатором города Минск, губернатором города Ровно. То есть человек достаточно высокого уровня. Второй, генерал Лебедь, тоже генералитет, по крайней мере, он заслуженный человек, георгиевский кавалер, как минимум. Эти два большие памятника и они их поставили в тупик городские власти. Что же с этим делать? Во-первых, для них это тоже было открытие. Здесь все-таки была окраина, слово хутора мы еще раз вспомним. И для них это было открытие, они срочно направили сюда, написали письмо сначала Шувалову, тот задал вопросы, где, как, откуда, кто эти люди, в какой они верят. Направили сюда исполнителя, он внимательно смотрел, тоже был в каком-то недоумении, что это за памятники, но на них были надписи, и он их тщательно переписал. Одна была на французском языке надписи, это до Пельмейра, а вторая надпись гласила о том, что там был похоронен генерал Лебедь. Но это тот генерал Лебедь. И все это случилось, и были даты. Он очень тщательно переписал, при том, с французского он сделал перевод, и поинтересовался, а что же такое на самом деле произошло? Почему вдруг в этом месте, рядом с мельницей, ветряком, два захоронения, при том памятники, я так понимаю, были достаточно массивные, большие, с украшениями. Та же Татьяна Донцова, она высказала одно из предположений, почему так случилось. Дело в том, что тот чиновник, которого сюда послали для исследования, обследования этих памятников, поднял еще полицейские хроники того времени, при том, в газетных ничего не было. И выяснилось, что Допельмейр приехал в Одессу, жил в гостинице Парижская и застрелился. Одно из предположений, что именно то, что он покончил жизнь не по-христиански, не давало возможности похоронить его на общем кладбище. Но это предположение. То есть, каких-то документальных источников нет. Что касается генерала Лебедя, то он происходил из... То есть, он был мусульманином. Хотя, и как вспоминает один из сторожилов, что на этом памятнике вверху был полумесяц. Но со временем, в общем-то, полумесяц куда-то делся, его заменили крестом. То есть, за этими памятниками ухаживали. Простоял он ни много, ни мало, с 49 по 1902, почти полвека. Здесь простояли эти памятники, за ними ухаживали, и у них была ограда. Когда писали главное, о чем дачевладельцы, то, что они лукавили, они писали, что как бы неплохой вид из окна. Их больше всего беспокоило, что ученики третьей гимназии, проходя здесь, будут на это реагировать. Да, душевная страда, да, где-то так. Это тоже что-то напоминает из современности, да? О здании, которое взвали нас, вторая часть. Вы, кстати, если заметите, у этого бульвара нет четной стороны. Это вся нумерация домов, она вся нечетная. Четных домов на бульваре нет. Не знаю, может там какие-то новострои в парке, которые построили им что-то и присвоили, но здесь все номера нечетные. Хотя это здание в общем-то выходит сюда своей частью, но оно по адресу числится уже по Белинскому. Но сказать о нем в любом случае надо. Третья гимназия одна из старейших в Одессе, но большую свою часть времени она находилась не здесь. На канатной углу просто людей, которые известных личностей, которые были связаны с этой гимназией очень много. Например, если говорить о художественной жизни, это одним из попечителей этой гимназии был отец Василия Козицкая, тоже Василий Васильевич. Она связана с именем Королева. список окончивших третью гимназию очень-очень большой. Поэтому Кандинский сам, кстати, тоже закончил третью гимназию, но не в этом здании. Она находилась в другом. У него большая история. И уже разворачиваясь немножко сюда, это, кстати, не смущало. Кладбище смущало, не смущало. Здесь позднее вот на этом месте был построен циклодром. Это 1900-е года. Есть достаточно много фотографий этого парадного входа. Он связан с именем Сергея Исаевича Уточкина. Здесь ставились рекорды. Было очень популярным местом. И гимназисты, некоторые из них, которые оставили воспоминания, вспоминают о том, как они бегали, посмотреть на это увлечены. Это были треки, сделанные из дерева. И достаточно большой по площади он занимал. Как вам сказать, если смотреть где-то до того, третьего, последнего Белого дома, до конца бывшего госпиталя. Николая Двеновича Кузнецова. Кстати, есть работа, даже две работы уточки на треке, где-то как раз очень хорошо видно, как происходили там эти состязания. Оставим пока парк в стороне, остановимся здесь. Ну, здесь еще табличку рано вешать, на этом месте стоял дом, но еще чуть-чуть, все идет к тому. В свое время это место называлось сердечком. Это был филиал, часть Лермонтовского санатория. Здесь практически были только жилые корпуса и он объединяет три объекта. Это вот дом Андреевского, это сын известного Эраста Андреевского, тот, кто Куяльницкий лиман, чье имя связано в Одессе с Куяльницким лиманом, это наиболее человек достаточно деятельный. Этот дом его называют домом Морозли, но я думаю, что почему его так называют, если мы поднимем некоторые карты, мы действительно там увидим имя Морозли. Морозли он никогда не принадлежал и он к нему имеет, скажем так, очень условное отношение. И третий дом, который находится сзади, это дом Фабрицкого. Этот участок, как я говорил, был приобретен его приобрел Кич. в свое время целиком потом прирезал. Учитывая, что он был человеком достаточно известным для Одессы, видимо, ему не отказали. И вот эта мельничка, все, оно как бы тоже перешло. Прирезав этот участок земли, он его сохранил целиком и практически здесь жила одна семья. Фабрицкие, наверное, были просто близкие люди к ним, потому что семейных каких-то не прослеживалось, а с Андреевскими у них были родственные связи. То есть Кич построил. Ну, история о том, как Кич разошелся с женой, как Морозли потом вышел, женился на ней, она общеизвестная и в виде части при разделе имущества этот дом остался за Марией Фердинандовной. Ну, учитывая, что потом она стала Морозли, вот, и на картах стали писать Морозли. То есть, когда говорят дача Морозли, мне это напоминает еще у нас есть один дом, который очень меня раздражает, это масонский дом. Я всегда всем говорю, у меня есть циркль, но я не масон. Вот это то же самое. Ну, никакое отношение он не имеет, но вот говорят, что это масонский дом. Вот точно так же и этот Морозли. В Одессе, я не знаю, не восстанавливают с умыслом либо без умысла. Наш театр Оперетте вообще к этому относится очень как-то в общем к выбору сюжетов. Так себе. Раньше в нашем театре Оперетте было уйма, уйма, скажем так, одесских спектаклей. у которых сюжет был так или иначе, не говоря о знаменитых лиманах, но среди них была очень просто замечательная вещь, которая называлась Старые дома. Есть даже небольшая книжечка, там сюжет крутился вокруг простой вещи. Надо было спасти дом от сноса, и что они придумали, повешать на нем табличку. И вот как они эту табличку переносили. Очень одесская такая, притом учитывая, что это советское время. Но она, да-да-да-да, там было и много и сатиры, и корзинка юмора, там было все. К сожалению, сейчас не ставят, может, из-за того, что она сильно актуальна. Снималось много фильмов, и вот эта арочка, когда-то там был проход, в детстве нам доставляла большое удовольствие через нее, особенно на велосипеде, проезжать. Это был переход с другим строением, оно здесь находилось и даже осторожненько только там оно так растет. И вот эта небольшая галерея, они были очень богато декорированы. Дальше шло помещение, я его запомнил уже как столовая и там был кинотеатр находился в Лермонске, в Лермонске было три кинотеатра, один летний, его можно было смотреть с крыши, забравшись там на крышу какого-нибудь гаража. И здесь были 10 копеек вход, каждый вечер здесь показывали фильмы. Ну, я так понимаю, уже нет. Посередине вот эти сосны краснокнижная пина, там находился замечательнейший фонтан. Фонтан, большое такое как бы озерцо, небольшой фонтан и там три мальчика с кувшинами как бы набирали воду, они были крашены. Я вот очень запомнил, что именно они были цветные, это тогда впечатляло. Вообще, полихромная скульптура это отдельная история. Интересный момент здесь какой был. Здесь в свое время находилась фабрика, если мы с художественной жизнью уже связаны, фабрика по производству гипсовой скульптуры. Была популярна, она здесь находилась, и вот тут местные краеведы относительно недавно, лет 15 назад вскрыли небольшое хранилище, там были гипсовые шурки Эдуардса. Шурка тут стоял одновременно. Стоял? Ну, в общем, здесь была мастерская, но это уже в советское время. Я так думаю, вы знаете, там хотя бы перезахоронили, куда перезахоронят, это я не знаю. В апреле 1902 года, там даже 15-го, газеты опубликовали о том, что в присутствии городских властей и врач, Лернер кажется фамилия, был тела перенесены, одно тело было пересено до Пельмейера на второе христианское кладбище. Интересно было бы посмотреть книги. Вообще история, она еще недоисследованная до конца. И лебедя перенесли на магометанский участок старого кладбища. Ну, то есть в любом случае оно не сохранилось, я так понимаю. Это уже в 1902 году. Сначала перенесли, в конце 1901 разобрали, и перенесли памятники, потому что они были, я так понимаю, достаточно массивные, памятники с оградой, а уже вот после того, как получили разрешение, а в апреле 1902 года, видимо, по весне земля мягче стала. Скажите, пожалуйста, это твои исследования, да? Нет, это Татьяна Донцова начала исследования, ну, там часть уже потом я уже рассматривал. Во-первых, до Пельмейер по нему стало известно, что это за личность. даже есть фотография его. Ну, а по лебедю она смогла найти какие-то воспоминания Эрдели, и там были тексты о том, как Эрдели общался с этим лебедем, вернее, его отец. Первый Чистский лунопарк, но до того, как появился этот лунопарк, что здесь было, кто-то помнит? Здесь было такое замечательное место, мы просто пьянились. В парке существовало целый ряд аллей. Здесь была, ну, даже, это и аллея назвать, маленький бульвар, он состоял из роз. То есть, это было шириной где-то метров 10. Представляете себе, 10. и это все были одни розы. И они вот начинались прямо вот здесь, где вот эта карусель, и заканчивались там, где сейчас этот новострой стоит, станция. Громадная эта аллея вся из роз, а в конце на постаменте стоял памятник там Дружбы народов он назывался тогда. Это монгол, негр и там славянин. И они там шли. И он был типовой. В Херсоне, мне кажется, там до сих пор, ну, сейчас я не знаю, ну, перед всеми этими, там еще, кажется, он сохранялся. Он встречается, он был типовым. Так вот, тут было такое благоухание. Так самое интересное, что если он будет идти дальше, вот вдоль вот этой всей стороны, по парку, там тоже были розовые аллеи. притом, в самом конце была болгарская роза, их завозили специально, болгарская, она, запах был замечательный. И нас тогда родители в советское время посылали. У нас было две вещи. Первое, это липку ободрать и чайную розу. Лепестки чайной розы. И вот в конце этой аллеи. Ну, решили, что лунопарк важнее, поэтому розовых аллей мы тоже лишились. Хотя, она была, ну, я понимаю, что это было детство, деревья были большими, но она просто была, казалось, громадной. Место оно всегда всех привлекает, но о нем, к сожалению, тоже практически нет никаких сведений. Давайте мы перейдем, или мы тут о солнышке, так. Давайте вот придемте, я просто еще, может, мы застанем, я покажу вам забор дачи Реньери. Это немножко опечально, ну, не немножко, а печально. Вот тут такая симпатичная башенка. Башенок, вы знаете, сколько? А вот та башенка, посмотрите отсюда, как смотрится. Здесь просто недавно буквально произошло еще одно событие. и впоследствии его печально тем, что дача Реньери, это капитан Рапита, фамилия красиво звучит. Знаете, это был фильм, кажется, легкая жизнь, там Раневская, мне один француз из Одессы, вот это где-то оттуда же. Вот вы говорите, вот дерево упало, вот эта ограда, которая была крайне интересной, там уже начали ракушняк вывозить, тот дворец пошел под слом, вон, видишь, притом вывозят его, не выкидывают, ну вот, дерево упало, оно пролежало здесь чуть ли не месяц, и вот от этой красивой ограды, эти, там обломано, здесь выломано, куски еще как-то валялись, но никто его не подобрал, ничего, вон, его вывозят, но она красивая, просто ограды, это часть значимая, сейчас же у нас все в основном, видите, построиться надо вдоль красной линии, вот красной, а лучше еще за красной линией, еще кусочек, сначала летняя верандочка, к верандочке, еще что-то, ну, тип курятника, а раньше дом находился в глубине, и обязательно должна была быть дистанция, это с точки зрения, например, шума, зелени, ну, очень много факторов, которые там способствовали, и оно было, наверное, очень логично. К сожалению, здесь, как и везде, будет происходить то же самое, часть территории городской больницы уже ушло под застройку высотную, часть, ну, по крайней мере, кардиологического центра здесь уже нет, это самая большая боль, и хотя мемориальные доски еще пока висят, посвященные Олейниковой, в этой больнице, кстати, тоже, там можно досок и досок решить, сколько людей оттуда вытянули, притом известных там, начиная с Высоцкого, и там, ну, в общем, очень много. Травпункт еще работает, это угловой участок, сейчас я даже не знаю, что о нем, как-то так рассказывать, участок известного торговца, виноторговца, Генанда, он принадлежал ему длительный период, с полвека точно, принадлежал его сыну, Франц Генанде, это главный хозяин, уже его сын им владел, например, у меня с этим участком очень много воспоминаний, в чем, когда здесь первые сносы, это было где-то 70-е года, здесь решили построить бассейн, большой бассейн, оздоровительный комплекс, учитывая, что здесь, ну, как бы сам Бог велел, здесь у нас санаторий, там у нас санаторий, здесь у нас большая тогда еще больница, в принципе, дальше идет Лермонтовский санаторий, здесь сердечко, и все решили, что вот санаторий-то должен работать круглый год, а море только летом, и одна из задумок была строительство, вырыли громаднейших, снесли, естественно, снесли, хотя дома по архитектуре здесь, я так понимаю, не отличались какой-то, ну, по крайней мере, у Геннанда особой архитектурной ценностью, по крайней мере, вот при аэрофотосъемке в 41-м году, которая сейчас, ну, много их опубликована, нет чего-то такого, чтобы сильно привлекло внимание, но вырыли большой котлован, самое интересное, что обычно, когда роют котлован, грунт куда-то вывозят, потому что он, как бы, не нужен, здесь его не вывезли, и получился громадные насыпи, они высотой были наверное, вот здесь второй этаж вот это посмотреть, но очень высокие, от этого яма котлована стала еще глубже, и, естественно, все дети там, потом котлован передумали там строить бассейн, и как результат, там выросли громаднейшие деревья, больше, чем эти тополя, но, интересный какой там был момент, участок под 45 градусов, вот в таком направлении, проходили большие, мы их называли тогда катакомбами, на самом деле, это была кладка из ракушника, циркульной формы, ну, можно предположить, что канализация, но она была высотой где-то метра два, два с половиной, а то и три, достаточно большая, мы в детстве пытались ходить, обвязывались, а тогда катакомбы представляли для Одессы большую опасность, было очень много ходов, скажу так, в каждом приличном детском доме были катакомбы, у нас были ходы, мы туда лазили постоянно в детстве, по склонам было тоже много выходов, и был очень неприятный случай, когда дети пошли, их искали, тогда я не помню, ну, там, с неделю, их искали, я не помню, чем оно закончилось, потому что было детство, но родители нас не выпускали, при том, телевидение в Одессе, вы знаете, оно там работало до 11 часов, это был единственный город, где телевидение работало, где был ночной кинозал, да, был ночной кинозал, ну, это проводилось с тем, чтобы тут вражеские голоса нам не мешали, и мы нечаянно их не начали принимать, поэтому у нас был ночной кинозал, но так или иначе, в этом ночном кинозале, обязательно шла информация о поиске этих детей, и тогда городом было принято решение о том, что надо все эти хода замуровать, и они были залиты бетоном, достаточно надежно и прочно, вот под склоном, там есть выходы, но они все забетонированы, этот вход, его не забетонировали, был один здесь, и на территории вот этой больницы мы тоже лазили, один раз даже нашли какой-то пулемет, вытащили его оттуда, нам по ушам надавали взрослые, пулемет отобрали, наган нашли, ну мы обвязывались веревочками, там как у Шарля Перо, камушки, метки, значит, были очень готовы, что это такое, у Нитрепского, я посмотрел, поинтересовался, он говорит, что это винные подвалы этого виноторговца, Геннадо, вполне возможно, потому что они большого размена, насчет канализации, что это могла быть просто канализация, с канализацией вообще в Одессе, как и с водой, были всегда проблемы, я вам скажу, при бурном строительстве, вот этот участок, он осваивался где-то, ну 1900-е годы, в принципе, здесь вообще вот этот весь массив, это конец 1990-е годы и начало, я вам скажу, что, кстати, большинство городов Российской империи относятся, в Львов возьмите, мы все восхищаемся Львовом, но во Львове старых зданий там по пальцам, там вот в центре, там 2, 3, 4, 5, остальное это 900-е, 900-е, 910-е, ну редко там попадаются 1890-е годы, именно этот период, здесь вот вот эта дача строительства тоже относится к этому периоду, и дачники, конечно же, понастраивали, ничего не отличается, вообще, истории все вечны, они понастраивали себе этих дач, потом вдруг вспомнили, о, ну ясно, отопления нет, лето, но либо надо ходить в гидропатические заведения, либо надо что-то делать с водой, и вот с водой возникли тут как раз проблемы, если подвезти воду, они еще подвели, а вот отвезти оказалось гораздо сложнее, и тут возникли целые петиции по отводу, вот та сторона, которая выходит к морю, кстати, сейчас отвлекусь от этих канализационных тем, интересно название, какое носило вот эта территория, оно изменило, ну, главная привязка, которая здесь была, это был Михайловский монастырь, Святархангельский, Михайловский монастырь, и поэтому вот эта вся громаднейшая территория, вплоть до нынешней Аллеи Славы, она называлась Михайловской площадью, и называлась она это достаточно, до 1890-х годов, она еще носила это, потом она была переименована в Лонжероновскую площадь, после Лонжероновской площади у нее была Черноморская улица, адреса вот этих дома, они находились по Черноморской, хотя до Черноморска там было достаточно, и потом уже, мы уже знаем, там были промежуточные названия в советское время, не будем на них останавливаться, и закрепилась бульвар Зержинского, и Лидерсовский бульвар, нет, внешний бульвар, Портофранко, внешний бульвар, когда отделились после внешнего бульвара, это стало Лидерсовским бульваром, это 904-й приблизительно год, и после этого уже бульвар Зержинского, и снова Лидерсовский бульвар. Сномерация домов здесь еще все сложнее, ну, например, ну, сейчас мы подойдем к дому Кузнецова, я там расскажу, то есть, это была Михайловская площадь, и воспринималась она как Михайловская площадь. Так вот, насчет канализации здесь были те же самые проблемы, они понастраивали себе дома, особенно вот со стороны Черноморской, а водовозкой возить, осенизаторские эти тогда выглядели достаточно экзотично, они сейчас выглядят так не очень, но тогда это еще было экзотичнее, это была конная тяга, поэтому за свой счет они вошли с предложением в управу, что они за свой счет либо построят новую канализацию, либо врежутся в старую. и этот вопрос очень долго не решался. Были ли эти остатки подвалами, либо это все-таки была какая-то канализационная система, уже ушло в лету, после того, как здесь построили теннисные корты, ну, а каждый теннисный корт потом вырастает в небоскреб. Это тоже, это такая, их видно там поливают, хорошо, трапку на корте, что там растут небоскребы. У меня есть чудесный, я когда-то на заре, небольшой, даже это не, его называли фильмом тогда, слайдшоп, посвященный одесским люкам. А где что стоит? Мы прошли вот эти строения, между участком барона Мааса и вот этим угловым зданием находилось несколько дач. Там и Лишинский участок был, общее название это носило дачи Лидерса. Собственно говоря, именно благодаря этой даче и Лидерсовский бульвар и получил название Лидерса. Сохранилось всего лишь одно небольшое изображение этой дачи, гравюры. Она вошла в историю благодаря Крымской войне. Там его резиденция была Остин Сакин, наблюдательный пункт, так как башенка была достаточно высокой и там было наблюдение. Сигнализация тогда была семафорной, радио еще не использовалось, так как его не изобрели. И поэтому был нанесен удар, там башенку снесли. Все закончилось достаточно благополучно. Здание немножко восстановили, башню тоже. Но умер Лидерс, умерли наследники Лидерса. В конечном итоге к 1900 году здесь шел обильный торг. Даже в конце 1890-х. Газеты просто пестрели, при том, чем они интересны, в них приводился подробный план этого большого участка с прилегающими местностями. Там, кстати, внешний бульвар и был. Надпись, я вспомнил, на какой карте я это видел. Как раз на этих картах из газет там было название внешний бульвар. Его распродавали, как и другие большие участки, по частям. Сугубо бизнесовый интерес. Надо было построить много дешевого жилья и на этом жилье зарабатывать и его сдавать. Потому что в баню уже ходили далеко не все европейцы. Даже если посылали. Даже если посылали, да. Поэтому хотелось прохлады, уюта и где-то летом. Кстати, знаете, как выезжали добропорядочные одесситы? Мы, кстати, прошли один участок. Там была фамилия Кирхнер. Кирхнер, помимо того, что он был издателем в Одессе, он также был строителем и первым там учредителем первого частного ломбарда. то, что здание на польской угол Бунина, да? Большое здание, вот это громаднейшее, такое массивное, там сейчас какое-то ресторация, Один, ну что-то там такое. Да, именно заведение. Вот это и был городской ломбард. Вообще ломбарды, они занимали гигантские площади. Как и поступали одесситы. Летом все переезжали на дачи, потому что в городе жара страшная. Как надо переехать на эту дачу? Бралась вся обстановка, все, что было в квартире, все вывозилось в ломбард. В ломбарде, вы себе даже не можете представлять, что там были. Там были шкафы, рояли, все, что только можно в квартире вынести, выносилось, закладывалось в ломбард. И на эти деньги жили лето, отдыхали. Потом случался урожай, доход из поместья или еще чего-то. Появлялись какие-то средства, это все выкупалось и выдворялось обратно в квартиру. В общем-то ломбарды представляли собой большие отстойники для внутренних меблировки состоятельных одесситов. То есть это происходило достаточно часто и поэтому есть описание этих ломбардов и там чего только не было. А бочек с дегтем заканчивая целыми картинными галереями. Интересно, что когда в 17-м году и в 17-м в 20-м году хотя началось в общем в смутное время для Одессы многие формировались частные коллекции. Там так и писал ломбард такой-то. То есть изымались целые коллекции собрания художественных произведений именно из ломбардов, потому что они там на период смутного времени их тоже туда свезли и поместили. Ну и к тому же смутное время было лето. Мы остановились у здания, на котором к сожалению мне не удалось повешать табличку. Но с этого здания наверное началась какая-то моя исследовательская работа. Мы уже говорили первое это было у Татьяны Донцовой по поводу кладбища и там среди подписантов был Кузнецов. А здесь когда в очередной раз хотели что-то тут сносить я ходил с фотоаппаратом думаю хотя бы запечатлеть и вдруг громаднейшая такая афиша висела там где сейчас КПП в Мерседес и там висела дом купца Кузнецова. Очень заинтересовал кто у нас такой купец Кузнецов и начал разбираться разбираться и в общем-то до сих пор разбираюсь. Так вот распродавался он достаточно активный если кто-то помнит здесь находился пост номер один была такая арочка на три прохода они чтобы снести сюда перенесли нужен был Мерседес построили пост номер один и музыка перестала играть даже похоронная И когда там находилось здание считают многие что это есть дача Лидерса хотя изображение которое на гравюре там и высотность другая мало похоже честно говоря это дача Сухомлинова но стоит не путать был такой военный министр Сухомлинов это не он хотя он к Одессе тоже тут прославился своими любовными похождениями и имел какой-то тут свой интерес это другие Сухомлинов два брата достаточно видные люди для Одессы были и вот эта дача она простояла в принципе до середины 90-х годов в идеальном состоянии я был перед самым ее сносом у меня даже фотография о том как ее сносили она там мешала вот это здание которое на углу это дом художника Кузнецова она сохранилась чудом но когда его сохранили они потом не знают до сих пор что с ним делать выглядело оно конечно совершенно иным образом это он уничтоженный оскальпированный я даже не знаю как его назвать еще недавно здесь я грустно но ходить и не говорить о грустном здесь как-то вот трудно позитивом честно это дом Николая Дмитриевича Кузнецова о нем написано большое количество сейчас литературы краеведы могу сказать что легенд очень много начиная от даты его создания архитектора если возьмете там Пилявского там он говорит что это вообще Кюнер архитектор вот те которые вводят экскурсии Бернардац сюда каким-то образом при клеили у меня на самом деле есть большая монография и она до сих пор не издана по одному причине что я не могу установить кто архитектор поставил вопрос да да так вот это здание если история его постройки так как оно осталось одно наверное самое такое историческое было построено закончено в 1900 году художник кузнецов это одесский художник родился в селе Степановка долгое время скитался по городу жил дом матери у них был вы может быть знаете по диагонали от оперного украинского терятора сибиряковского по диагонали там есть такой домик на котором висит на втором этаже мемориальная доска экзотична но все равно она там есть на втором этаже в этом доме жил Илья Ильич Мечников вот там же жила семья кузнецовых и когда уже они тщательно перебрались в городе он менял адреса учитывая что ему было трудно там подниматься переходить и он пишет во многих своих письмах там к Поленову к Третьякову что мне трудно передвигаться мастерской найти хорошую не могу в основном это были все в район Софиевской Малый переулок в центральной части но трудно ему действительно было передвигаться и он задумался о тем сначала когда он преподавал в Петербурге у него не стоял этот вопрос но в 1897 году он пишет что я прикупил участок из земель бывшей дачи Лидерса и практически три года строят кто автор трудно сказать есть предположение предположение и не более что автором был Викентий Прохаско это определяется во-первых Кузнецов очень многим рекомендовал этого скульптора когда он писал давал рекомендательные письма это раз во-вторых когда этот дом имел еще какой-то такой вид здесь была оригинальная ростовка которая заметна практически на всех домах Прохаски но это опосредованное то есть документально нигде не сохранилось кто же это как говорил сам Кузнецов что частично в проектировке по крайней мере здесь находилась как бы его и галерея художественная здесь находилась его мастерская и в общем-то жилая часть тоже здесь присутствовала как говорил сам Кузнецов что помогал ему в проектировании его мастерской Ивазовский я этому вполне верю потому что Ивазовская в Иодусе была прекрасная мастерская с правильным светом вот здесь собственно говоря и находилась мастерская скажем так вот это окно оно не было циркульным оно было до крыши ровным а сама крыша была стеклянной она была стеклянной в таком виде он собственно говоря сохранялся достаточно долго мне удалось найти я вот тут искал какие-то материалы когда и обратился к служащим официанткам здесь был военный санаторий вот три дома которые здесь стояли дача профессора Ярошенко этот и Сухомлинова это был военный санаторий в котором ну отдыхали военные и фотографии в семьях военных я думаю сохранилось достаточно много но вот на фотографиях 70-го года в принципе присутствуют мне недавно Светлана Крижевская подарила работу своего отца которая так и называлась дача Кузнецова она там 56-го года где этот дом ну в таком виде как он был то есть у него было очень богатое внешнее оформление вот эта башенка она ну она была как башенка она напоминала там французское шале такое ну она была высокой вот этот минимализм который появился в результате как говорят реставрации назовем это так к сожалению не дает нам воспринять так как это было мне удалось будучи в архиве в одном в Петербурге найти фотографии где Николай Дмитриевич Кузнецов запечатлен на фоне этого дома с семьей с дочкой то есть когда этот дом еще в строительных лесах что же здесь еще интересно в этом доме ну скажем так вот эта оградка она возникла тут совсем недавно у меня сохранились фотографии ее рушили на моих глазах при том я обращался куда только можно здесь была красивейшая кованая ограда из красного кирпича с большими колоннами ее заменили вот я даже не знаю зачем она была в идеальном состоянии я к хозяину обратился но он хотя и медийный король но как-то не знаю в общем это не об этом это иное или другое вот-вот это другое здесь ничего не осталось кто же бывал в этом доме чем он так знаменит ну внутри там ничего нет там люди познавшие гипсокартон там все прямо перпендикулярно параллельно белая вот это главная характеристика были люди которые здесь еще застали Сергей Зинонович Лыжчик вспоминал о том как он был он даже говорил о том что здесь на одной из лестниц был деревянной лестниц здесь достаточно много было был спуск на которой стене был нарисован уточкин которые спускаются по лестнице к сожалению интерьеров внутренних у меня не очень много но одесситы в 1900 году праздновали юбилей творческой деятельности Кузнецова и в газетах появилась что же здесь такое было и почему газета привлекала внимание ну первое что здесь была галерея галерея Кузнецова он в начале 90-х годов очень увлекся европейской живописью его галерея в общем-то была не только для Одессы значимой она далеко-далеко даже на европейских просторах эти художники это в основном были салон марсового поля тогда наиболее прогрессивный вы знаете в Франции был там салон потом этот салон сначала был отверженных потом салон ересейских полей потом одновременно существовал салон то есть в результате когда мы говорим парижский салон мы говорим ни о чем что такое парижский салон надо обязательно прибавлять что это за салон их было много и если первый это был академический там где по 2000 за раз работу выставляли то салон уже Баггеро салон марсового поля он был считал более прогрессивный там уже импрессионистов не так сильно ругали так вот здесь было крупнейшее собрание по крайней мере для Одессы это точно европейской живописи и эта галерея была доступна для крайней мере художников как сам говорил Кузнецов для воспитания художественного вкуса слава не простиралась далеко могу сказать например я когда в архиве смотрел личное в архиве академии художников когда смотрел личное дело Кузнецова там за 16 год крайне интересное письмо отчет о посещении его дома великой княгиней Марии Павловны она здесь с инспекцией с инспекцией госпиталей с благотворительной целью но как бы она руководила неправильно сказать под ее под ее опекой находились да находились целый ряд благотворительных и также заведения которые оказывали помощь армии и она в Одессу приехала на несколько дней и здесь посещала вот как раз дачу Сухомлинова который находился рядом он был предводителем дворянства Одесского уезда а потом и городского Одесского и она посетила его дом он там давал обед и посетила Кузнецова и Кузнецова пишет как Мария Павловна собственной рукой срывала гроздь винограда такой эпистолярный жанр но отчет был написан в академию приколок к делу о том что здесь было она приходила и смотрела например когда здесь было австро-венгерские эксплуатационные войска возглавлявшие Бем кажется его фамилия была первым своим делом об этом тоже очень широко писали газеты он посетил потому что у себя там в Австрии он был наслышан о галерее Кузнецова то есть она например такой художник как Герасим Головков здесь вообще жил одно время то есть она оказала на одесскую художественную жизнь значительное влияние потому что качественно европейской живописи было не так уж и много в Одессе хотя вот выставка 904 года она показывала всех коллекционеров подняла но скажем так Кузнецов процентов на 70 формировал эти коллекции он был дружен практически со всеми этими художниками бывая в Париже а его брат Дмитрий Дмитриевич там вообще почти на постоянном месте жительства уехал он мог себе позволить и сформировал эту коллекцию которая находилась здесь сохранились фотографии его мастерской можно было видеть много описаний самое последнее оно было написано кажется в 80-х годах одна из служанок которая здесь была написала воспоминания Барабаш ее фамилия и в Одессе знамя коммунизма были они опубликованы как раз о том как здесь кипела жизнь воспоминаний очень много в газетах писали и о коллекции и о особом здесь это место было когда сюда приезжала Марья Николаевна давала здесь свои домашние концерты это было там в восьмом году в двенадцатом в шестнадцатом сюда сходился весь одесский бомонд и она в одном из залов этого дома давала концерт говорить об этом доме можно очень много судьба судьба его дальнейшая была интересное воспоминание оставил Натан Альтман он как раз вот этот период между семнадцатым и двадцатым годом когда в очередной раз здесь пришли большевики он как раз занимался тем что концентрировал художественные ценности тогда тогда как это они прогрессивно левонастроенные художники революционно настроенные художники они ходили по домам и предлагали владельцам картин сдавать свои коллекции государству ну Кузнецову он говорит когда мы сюда пришли говорит мы сделаем из вас своего дома музей а вы будете постоянным директором ну Кузнецов сказал подумаем на что Альтман выйдя своему собеседнику говорит первым же пароходом уедет но Альтман уехал гораздо раньше и не первым пароходом Кузнецов эмигрировал последним пароходом из Одессы говорить о самом художнике это очень много мы точно и продолжим в Степановке мы здесь не уместимся что еще можно сказать об этом доме я даже я предлагаю тебе это лекцию перенести в этот дом и вселиться вы знаете я общался я же говорю мемориальная доска не получилось что-либо там делать внутри честно говоря его даже снаружи трудно узнать дело в том что мы говорили о выставке 910 года к этому времени вот на плане выставки 910 года где-то я не знаю наверное с крыши Мерседеса делали эти там карта не фотографическая но откуда-то с высоты птичьего полета вот как раз вот этот угол и этот дом он очень хорошо там виден с его красными черепичными крышами но судя по ту работу которую мне подарили он сохранялся ну по крайней мере до 70-х годов практически нетронутый и вот это все что мы сейчас видим это то что мы сейчас называем реставрацией так ну о чем-то надо не печальном да ой сейчас сейчас нам вообще ничего до этого был какой-то пенсионный фонд ну в частном это и он думает как его сдать а давайте я про Сухомлинова расскажу дело в том что воспоминания о Сухомлинове осталось осталось такой был военный начальник Иоанна Якира у нас до недавнего времени даже улица была Якира в Одессе и вот Иоанн Эммануилович был в Одессе и когда его не знали где поселить его поселили как раз на этой даче Сухомлинова и он оставил в своей книге а он оставил там много после себя текстов он как раз вспоминает о том как уже это была советская власть тоже были там двадцатые годы он пришел и дом Сухомлинова был полностью сохранен там даже дворецкий был все картины были на месте скульптура стояла на месте и он оставил такое хотя и поверхностное но достаточно впечатляющее описание то есть если вам где-то поделиться когда-то его воспоминания там кажется гражданская война как-то так называется есть воспоминания о том что люди хотели сюда и думали что вернуться Николай Дмитриевич был человек очень прагматичным но он смог свою в отличии даже от галереи Русова которые не смогли наследники вывести он вывез полностью свою картинную галерею и сейчас на аукционах потихонечку встречаются работы из его коллекции то есть семья продавала это? я не знаю где она там продавалась сейчас она продается от каких-то частных лиц там же эти аукционы ты же понимаешь что это такое это дело темное мутное у них правда не добьешься даже если они не правы ну да поэтому работы появляются практически какой-то приблизительный каталог произведений там действительно работы были первой величины до того времени место здесь было такое глухое газеты писали о нем много что в этом доме например одно как сюда забрались воры и ночью младшая дочь Людмила взяла у папы револьвер у Кузнецова был револьвер и ранила одного из нападавших нет это вторая дочка та уже была у Петербурга даже у Парижа наверное к тому времени и она смогла ранить украсть там ничего они не украли но нарвались женщина оказалась не робстова десятка здесь также проживал практически постоянно часто бывал одесский художник розмарицев жил тоже художник одесский вербаховский считался учеником Кузнецова то есть с этим домом связано было очень много но к сожалению после эмиграции о нем никаких сведений военный госпиталь дал возможность его сохранить но к сожалению госпиталя у нас уже не нужны в Александровском парке у нас был еще один вот там Михайловская площадь там же еще был крупный военный это был санаторий это был госпиталь но теперь у нас здесь здесь вот это здание финал солнце светит трава растет в Степановке река набрана водой надо застать этот момент пока вода не утекла во все течет все изменяется наш финал все спасибо